Дорочунать. О, меня увидел, сейчас прыгать будет. О, видели, два петушка, наверное. Вот он, я говорю, увидел, сейчас будет прыгать. Вот он. Я срываю первую ягодку. Думаю, будет очень вкусная. Ммм, сладенькая, вкусная. Ну вот, сейчас будем ждать, когда поспеют вот эти ягодки. А это другой куст уже. Здесь тоже красная ягодка есть. Так что мы и эту сорвем, скушаем. Да, сладенькая. Так, чуть-чуть с кислиночкой. Это ремонтантная клубника. Она морозов не боится и до самых заморозков краснеет. И урожай у нее бывает. Несколько урожаев за лето. Ну, в конце марта вот я ее вытащила из погреба, из подполья. На кухне у нас подполья. И поставила на солнце, вот на окно. И вот еще месяца не прошло, а уже красная ягодка. Ну, конечно, немного. Я не говорю, что тут прям урожай ведрами. Но, знаете, вот ягода есть уже. И уже две красных съели. Просто надо больше садить. А она красиво смотрится летом. Вроде посадила, когда... Как цветы. Так думала. А когда стала ягодка появляться, приятно вдвойне. Так, а что у нас тут курочки делают? Петушок. Вот он. А? Сейчас выгоню. Маширочка зашли как-то с маширочкой. Вот они. А вы что здесь делаете, а? Давайте отсюда. Идите, идите в огород, идите. Вон я вам открыла ворота, идите. Что вы сюда пришли? Вы сроду здесь не бываете. Давайте, давайте. Вот. Идите. А мы пойдем цыпляточек наших посмотрим. Красавчиков. Вот они. Сразу летать стали. Вот они мои хорошие. Вон и корм не засоренный сегодня с соломой. Нет, я вас сюда не выпущу, зря смотрите даже. Нет, 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 нет. Совсем уже дурели курочки мои. Угу. Угу. Смотрит, смотрит. Видите? Мать чему учит. И они сюда же смотрят, летают. О, видели что? Сначала на нее залетит. Угу. А потом выше. Нет, нет, нет. Нет, не получится. Ничегошеньки. Вот повесила как кормушку, чтобы не гребли хоть ее. А то все загребают. Им хоть что сдать. О, видели что? Опять залетел. Катается на мамке. Меченый петушок я его называю. Видите, вот черненькие пятнышки. Это меченый петушок. Он один такой. Там есть с пятнышком, но с маленьким. О, видели, опять залетел. Ой, бедная мамка. Господи. Бесполезно. Не просите, не просите. Вот они, курочки, ходят здесь. Курочки. Мюрочки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Петя, 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 петушок. Золотой гребешок. Масленобородушка. А вон там мы строим большую клетку. Мы строим. Толя строит. Толя. А то мне когда-то раньше, знаете, как говорили, я говорила все. Мы, 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 мы. А меня зрители стали поправлять. Не мы, а вот он. А я говорю, ну да, все он делает. Он, 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 он. А меня и нету. А рядом нету. А я, может, главный советчик, да? Главный руководитель. Кто-то же должен быть. Ну, вот это старые ворота. Он поставил здесь. Это вот уже желтые доски. Это вот сейчас мы привезли дрова. А вот это тоже ворота. Старые. Потом здесь вот он крышу сделает. И будет большая клетка для птицы. Еще вот там надо будет все заделать. Заложить, не знаю, чем. Кирпичами, что ли. Куру-то все выгребли. В общем, вот такие у нас тут дела. Да, курочка? Курочка, Нюрочка. Ой, сколько раз мы здесь перестраивали. То забор вот этот уберем, то снова поставим. Они же у нас съемные заборы все. Вообще-вообще постройки здесь начались вот с этой клетки, где цыплята. Потом к ней как-то незаметно пристроилась вот эта избушка на курьих ножках. И не просто избушка пристроилась, а сначала ящик сделал, то ли как бродер как бы. Вон тот крайний. Вон с того края. А потом постепенно вот это вот все пристроилось, пристроилось, потом вверх, потом мы раму в доме поменяли и сделалась избушка. Вот. Потом вот здесь заборчик сделали. Там картошку сажали. Потом заборчик убрали. Здесь и грядки были. И что только тут не было. Господи. И вот это все так строится, строится. Потом вот этот шалаш случайно образовался из хороших досок. Толя ставил их на просушку. А в итоге избушек нам не хватило для птицы. И получилась целая избушка. О, курочка. А ты что здесь делаешь? А? А гуси видите как? Выдрали все. И вот каждый год что-то делаем, делаем все. А сейчас Толя выбирает какие-то доски себе. В общем привезли. Когда привезли-то вчера? Вчера привезли или позавчера? Позавчера. Отходы. Отходы с пилорамы. Вот такую кучу. Ну, как обычно. Тележка, короче. Телега стоит три с половиной, да? Три с половиной, да? В основном пихта. Толя говорит, ее лучше обрабатывать. Она ровная. Вот выбирают на штафетнике. Осинки. Ну и осины есть, да? Но в основном пихта, говорит. Выбирают на лавочки, на штафетники, на дрова. Да на все. На все. Но на клетку, на ту, на которую новую строят. И везде вот эти досточки, они нужны. Так отдельно покупать. Это дорого стоит. Хороший лес, если брать. А он же сам все это обрабатывает и выстрогивает. Как правильно сказать. Ну, короче, ровняет досточки. Какие надо шириной, какие надо длиной. Где у нас штафетник уже стоят? На штафетник? Ага, вон, да, вон. Стопочка стоит на штафетник. На заборчик. Хорошо в прошлом году хоть этот инструмент какой-то взял. В прошлом или в позапрошлом уже году, когда строил избушку. Там во дворе нашу избушку строил летнюю. Покупал инструмент. А вот здесь вот у нас черемуха принялась. Вон, уже почечки дала. Вот видите, зеленые почечки. Мы ее загородили, чтобы гуси и куры не ходили. Ну, вроде пока целая. А то вот это уже совсем, совсем она, знаете как, у нее ствол уже такой вот он. серый какой-то, я не знаю, что это такое. Она, конечно, цветет и даже ягода на ней есть, но старое, очень старое дерево. И она, знаете что, она мешает, вот это дерево мешается. Вон антенна у нас на доме. И вот вроде как ветки вот эти мешают. И Толя постоянно их спиливает, спиливает. Ну, в общем, посадили новое дерево, и оно взялось. А то, что мы там сажали осенью сливу и вишню. Ой, слива, слива. А вишню ты тоже сажал, да? Там что, одно деревце только выжило, да? Снегом переломало. Никто не топтался, вроде как, казалось бы. Ну, что он должен сломаться, да? Прутик сломался. Так что, не получается у нас здесь сад вырастить. То снег сломает. Вон там, где гуси ходят, вон там. Там было два дерева посажено. Одно вроде как... Ну, ничего принялось. Ну, не сломалось, по крайней мере. А второе прям сломалось сильно. Круче говоря. Такие дела. Что же тут у нас курочка делает, а? Как же ты опять сюда попала, а? Ах ты, разбойница ты такая. Я же ругаться буду. Ты слышишь меня? А? Вот как с ними быть? Какой-то даже крылья ведь подрезали. Они за зиму, наверное, обросли уже, что ли? Надо изловить. Белая вообще любительница полетать. Это же вот молодочка, прошлогодняя. Помните? Красавичная наша ходит. Беленькая. Сынок. Спокойно идёт. Никто на дороге ему не встречается. Никто не мешает. Он идёт себе, никого не трогает.